тут люди привет тут у нас дядя юра всем привет у нас сегодня специальный кач привет словаки нам привет у словаки передают слушайте рог сегодня специальная тренировка готовимся к старого дядьку чемпионату уральского федерального округа подводим дядюру пекин привет тебе привет у нас сегодня веселая на самом деле компания привет питер здесь можно приседали с дикими весами полтава здорово привет привет всем замучила меня тренер хорошем смысле слов дим меня сегодня прокачивать чуть-чуть осталось если сорвались диетом утром где-то утром надо наверстывать вечером вот топайте короче сушить и кардио выдавливайте себя выжимайте вот выжимать вот при привет татьяне романовой просят передать привет татьяна романова здорово-здорово дядюр дядюр ты 46 же до вот-вот это ряд реклама реклама олдспайс не знаю никогда не мерил ни ноги ни руки никогда не мерил она пропорции или 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 в длину они спрашивают сколько у меня в длину нога нормальные ощущения в принципе такие же как и до арнольда продолжаем дальше фигачить только еще с больше силы больше на теперь мотивации много теперь идеальную форму делаем сейчас мы на приседались у нас 7 такая супер круговая ну уже все уже тепло на улице у нас тренировки теперь будут не в береге теперь тренировки будут на площадке уже воркаута поэтому ничего не скажу открывайте спорт вики читайте там больше написано сезон будет вопрос по срокам я не знаю когда он будет в остальном готовьте горизонт умею делать но можете посмотреть видео этом делаю гризон а и там дураки подтянулись калуга привет на москве как-то тяжело было вообще со спортсменами но там в том числе и из моей команды выступали спортсмены так ребят есть хорошие как обычно катя абрамова привела питерских ребят все неплохие я думаю как бы очень хорошо на россии будут смотреться а вы не бойтесь я не кусаюсь а не знаю когда следующий старт сейчас буду нормальную форму поддерживать буду работать именно над эстетическими пропорциями самыми настоящими чтобы не не влезать в какие-то там категории не заниматься ерундой буду работать нормальный вес нормальное телосложение но у меня межсезон вот так камеру не видно вот мой межсезон не надо не расслабляемся качаем ноги что там не имеется кому-то курсила это горяча болелом и этим самым как его перловка бололом наверное знаю а кто он такой привет алине коваленко по просьбе какого-то парнишки яйцезолон это вообще самый самый лучший преп ну дай бог хорошо мистер вселенная вообще не собираюсь заплывать особенно за буйки это нарушение техники безопасности как минимум ольга гончарова привет сегодня у нас просто стол заказов какой-то воли императора будет скоро будет день рождения воли устроим большую вечеринку такой фитнес соберемся в зале ну тут саша пытается филонить пока я разговариваю саша пашет салам братья казахстан привет давно занимаюсь 19 лет кто знает но просто на видимо ему не очень понравилось на русской аудитории работать он был занят более серьезными проектами сейчас вот он снимает длинные полного кадра видео такие хорош с хорошим качеством хорошими съемками то что думаем будет можно увидеть скоро на вербал машин ганки чем чем гравитром подтягиваниями можно заменить с резиновыми кольцевыми эспандерами либо с обычными эспандерами привязывайте их к турнику встаете на них одной ногой закрываете замочек другой и подтягивайтесь из химии ничего не посоветую принимать химия вредна перископ это пожиратель времени вот поэтому редко в него ухожу как набрать вес жрите качайте спите замечательно растет при суху сначала прокачаться сначала ее надо покачать берег вешу 90 килограмм он дядя юр хоть а зачем я в гуглит заман ой тут еще дураки подтянулись здорово дураки здорово свете больше в комменты это наш межсезонье давай прямые ножки тени на точку контролируем опускай тени тени давай давай выдыхать когда с выдохом выдох я просто тренирую в этот раз тренирую ветерана и пионера российского вузибилдинга дедушка тренируется дедушка он песок сыпется а он его всех гоняет какие-то соревнования дядя юр выйдет 16 числа покажет нормальную форму еще сыроват сыроват не ну надо слив еще не начался господи откуда же убираетесь идиоты а теперь в душу видимо наверное да быстро только кошки родятся все спасибо 19 90 Господи, бедняковую Чтобы на меня быть похожим, нужно табуретку с собой носить Для того, чтобы подкачаться к лету, нужно накачаться Начать качаться хотя бы Хотя бы начать качаться нужно Для большая руку Попробуйте суперсет Трицепс-бицепс На тренировке, когда вы руки делаете У меня 184 Она скорее не может влиять Твою мать Черт Почему так плеск всегда тяжело кончать? У меня же свело как Ты сейчас делал, напрягался? Да я спрел Ой, так свело что Наверное, соль не ем что ли? Что там? Ну слушай, потому что вода выходит Давай, напряги Она не напрягается До кого? Поражать надо, да? А это что у тебя за система такая? А ты про это что? Про телефон? Нет Это прямая трансляция В перископ Новый Собственно, ты включаешься в аккаунт Там есть зрители Которые на тебя либо случайно натыкаются Либо подписаны на тебя И они смотрят твои трансляции Поэтому можем поздравить Дядю Юру с дебютом в прямом эфире Перископа Первый раз даже слышу, что это такое Год назад узнал, что такое интернет Ох, кстати, спина там что-то Ну-ка, пивильник Спина нормальная О, уже что-то там нарисовано Ну ничего, надо, да Сейчас водичку начинаем спускать Постепенно Да, кстати, о Благодаря перископу Увидел спину благодаря перископу Да, хоть спину увидел Да, что-то Как-то там Да, кстати, нарисовывается Вот таким образом мы поддерживаем Собственно, у нас преемственность Поколений бодибилдинга Тренируемся вместе Делимся опытом друг с другом Вот Главное любить бодибилдинг Вот я его уже 30 лет люблю Вот Да Сигарец, что? Скажи, сколько ты занимаешь? С 15 лет Ну вот Сейчас скажу 85-й год Больше 30 лет, 31 год 31 год Да А в этом году будет как 25 лет я уже выступаю С 91-го года Первое выступление было На Московской области Да, и мне тогда сказали Говорят Парень, у меня такие ноги Какие у меня ноги Вот И Два года я после 91-го года Вот потом я не выступал А вот уже 93-й Я стал абсолютным чемпионом Москвы Хотел в линию Хотя бы, чтобы не допустили Постоять Оказывается, выгодно Все реально Все возможно А ноги у тебя откуда такие? От лыжного спорта Коньковый ход Коньковый ход И вот Видно статика Что ли вот это было Потому что я много видел атлетов Они Масса у них была огромная А вот деления вот этого не было Глубины И На сцене они проигрывали Хотя у меня Объем чуть меньше был Но глубина А без рельефа Ты сам знаешь У нас никуда Качество над количеством Качество Поэтому И естественно От весов Меня тренер Зайцев Вадим Борисов Лифтер И научил меня Тяжелым весом Когда я уже за 200 Стал поседать У меня выросли Ноги Я шкучник худой У меня все только От вес От весов Растет Вот А я все бегал Дядя Юрь мне сейчас помогает Мои цеплечья ноги качать Ну да Не Ну в чем цеплечья Они нормальные Хорошие Ноги Каким-то образом Ничего Ничего Просекает Но мне еще Это дело Далеко Не Ну что значит Все При этом мы И работаем Спарринг Спарринг Мне плечи Вот надо Кубен Я ноги дам Главное Чтобы Вместе работать Вообще В любом виде спорта Это главное Спарринг партнер А когда он На 15 лет Моложе Думаешь Опа Вот это мне Он подгонять Будет Со стариками Чего спарринговаться Пошли домой Хорош А Сильвестр Говорит Давай еще Дядя Юра И я вот уже Пятый час Здесь не вылазил А так бы ушел Б уже давно Так что Ищите Спарринг парнем В любом виде спорта Это самое главное Тренер Спарринг парнем Это самое Высшее И тогда У вас Ноги будут И руки будут В 90-е годы У тебя приседания И когда ты приходишь Я не помню С пятого раза Попадаешь на свое Подсолнечное Приходишь в зал Никого нет Стоит штанга 180 кг И нужно сделать 5 подходов По 6 повторений Я думаю Ну я лучше умру Под штангой И вот сколько раз Я приходил В таком состоянии Не спарши Не ешь Берешь штангу Начинаешь делать Ну думаешь Наверное Не 160 80 Где-то 160 Обсчитался У нас блины были металлические Не как сейчас Красные, синие, желтые Бывало путанность И вот в эти дни Тяжелые Ну думаешь Ну все Не спарши Не ешь Начинаешь делать Прям мощь идет Сила идет И вот так вот Главное школа, ребят И тренер Тренер сказал Нужно сделать Спал ты Не ел ты Не волнуй Должно прийти и сделать И это всегда закалял Я 6 лет спортом занимаюсь Лыжным спортом занимался 6 лет Закалило меня так Что я потом приходил У железа И я говорил Дайте мне еще что-нибудь сделать Потому что не хватало Мне выгоняли сюда из зала И вот Самое главное Это школа трудолюбия Не важно Бодибилдинг Пауэрлифтинг Лыжный спорт Бокс Это школа трудолюбия Пришел Самая лучшая пилюля Самотвежный труд Только И тренера Как раз учат Не бицепса 30 А именно вот эта школа И у каждого она своя В боксе своя В железе своя Свои принципы Главное И самое главное Это любить свое дело Вот я Люблю спорт с 6 лет Вот мне будет 47 Да Вот сколько я уже занимаюсь Почти 42 года И когда ты думаешь О, ты там 42 года Приходишь А там Человек Ему 75 Думаешь О, мне еще 30 Не дай этого результата И вот так вот Постоянно продолжаешь Работать Работать И нет такого 20 лет 30 Возраста вообще не существует Возраст только внутри себя Можно и в 20 лет Стариком почувствовать А можно и В 70 Чувствовать себя пацаном Поэтому мы вот так вот Струдимся Вот И вот это Главная Школа Чему нас учили Тренера Школа трудолюбия Вот И так всю жизнь Лучше в зале помереть Я всегда говорю Лучше сдохнуть Вот здесь Чем На печи С сухарем С пивком С чипсами Нафиг это нужно Это не мое Ради бога Пусть У каждого свой есть выбор Я вот выбор свой сделал Вот он здесь Вот мои чипсы Вот мое пиво Вот это самое главное Понять В жизни Когда ты это поймешь И самое главное Говорю Любовь Потому что невозможно Посадить зерно И через Год у тебя сразу Апельсин Не будут Апельсин Через 5 лет Может быть Что-то появится Может маленький Маленький апельсинчик И это нужно понимать Потому что К сожалению Сейчас все хотят Быстро Фармакология А это все Ну Под клубнику Мы едим И говорим Фу какая она невкусная Ну понятно Туда Раз туда Бросили чего-то Потому что Сколько я видел В 90-х годах Я вот в 80-х А сколько надо метана А сколько ритоболила И я всегда так смотрел И думал Ничего Как вот просто Взял пилюлю Взял там Что-то наколол Съел И все выросло И конечно Кто так думал Никаких у них результатов Все очень быстро закончились Очень быстро И самое страшное Что да Не хватало этого терпения Вот я занимаюсь Лыжным спортом И думаю Ну да Лыжи конечно Нужны матчасти Но я помню Я три года пахал Три года пахал Показал результат Причем я бегал На деревянных лыжах На валенках И несмотря на это На эту такую Ну То есть Немыслимую матчасть Я все равно выиграл И мне тогда дали Хорошие лыжи Но на них конечно Я уже начал бегать С такими лыжами Они легкие Мне нужно было Три года Пахать Вот для тех Кто не в курсе Да Сейчас Вот У меня в перископе Дядя Юра Дядя Юра В общем еще В 93-м далеком году Был абсолютным чемпионом России Да Вот является легендой И одним из пионеров Российского бодибилдинга Так что Ребята кто качается Смотрите Сейчас он рассказывает И делится с вами Тем неоценимым опытом Трудитесь Пацаны Главное трудитесь Верьте в себя Реально все реально Только время Вот не спешите Не спешите Фармакология Ну это Есть конечно Вот я когда бегал на лыжах Конечно есть лыжные мази Но это нужно было Три года Отпахать Чтобы тебе кусочек дали Кусочек лыжной мази Дали На ответственных соревнованиях А мы хотим сразу В себя там что-то влить Это все Да не будет Сколько я таких чудаков видел Где они Они могут рассказывать Про корнитин Там про протеин Я вот сколько раз Их видел И думаю А что же вы такие все умные А результата у вас нет И это так все просто Взял там Мне даже американцы Я помню Когда рассказывал Сколько в России бывает Там употребляют Они говорят Даже американцы Такие профессионалы Задумывались Говорят Ну они наверное Вот такие вот большие Говорю Вот такие вот Потому что Если парень приходит Первый раз На тренировку И он берет фишера Последней модели Плюс там всякие ускорители Что он будет лазутиной Что ли Это как такое может быть Боксерские перчатки Даже если Тайсона Ты купишь Перчатки там С автографами Ну что Ты будешь на ринге Будешь как Тайсон Что ли Вот этого многие не понимают И говорят Да ладно Чего он там свистит Этот Голубев Да ладно Там Сильвестр Чего они там Нажрались Он жрут Они там Вот Химич там Это все Дело не в этом Школа трудолюбия Ни в одной аптеке не купишь Терпение и труд Вот ни в одной аптеке Не купишь Вот это Расскажи им про важность УФП А тут многие Ну это основа Я преподаю уже этого УФП Наверное сколько Сейчас скажу С 89 года Она так и называет Общая физическая подготовка Это фундамент любого здания То что я обычно всем объясняю Конечно Это фундамент А как без него Как без турника Как без брусьев Как без гель Это все Даже элементарные там Приседания нужно делать Для любого вида спорта Вот ко мне приходят Боксеры Там я не знаю Там всякие И только УФП Это турник Брусьев Жемлеж И приседания Куда без него Я смотрю в чайнике Ну я так их называю Ребят Простите Это те которые Ну не ходят в школу А которые вот Ага там увидят И вот этот бицепс Ты забыл про бег А? Забыл про бег Или там Не ну бег Я мастер спорта по лыжам Так между прочим Я бегаю Мне многие говорят Как ты бежишь 30 километров А о чем ты думаешь Я говорю Вы знаете Вот бегу 30 километров А думаю о том Что как мне вечером Приседать 180 килограмм 5 подходов на 10 Они говорят Да не может быть такого Я кстати Мы сделаем с тобой передачу Когда я именно Пробегу 30 километров Передохну часочек И буду приседать 30 километров Все сделаем обязательно Покажем Чтобы Да Потому что ребят Можно говорить что хочется Но нужно Я всегда вот личным примером Показываю Даже многие Вот может На страничке Там инстаграм Посмотреть Когда я бегу У Ларисы Лазутины И на трассе И многие лыжники Не понимают Как я со 100 килограммовой массы Бегаю в этот подъем Потому что я сейчас Любого кроссфитовса возьму И скажу Ребят Ну давайте сейчас Лыжи пристегнем Я вот С большей уверенности 100% даю Что максимум Ну максимум Два подъема Они смогут со мной пробежать Ну четвертый Пятый Они даже не смогут Просто Они вот станут мертвыми И вот я мастер спорта по бодибилнг Действующий Поэтому нужно заставлять себя бегать И это основное Во-первых Метаболизм обучается Общее состояние Лучше Я всегда говорю Вот плохое настроение Пробеги Дядя 9-46 Да Я отвечаю Да Вот пробеги Пробеги там вечером 40 минут Не надо Просто пробеги Вот поставь И с тебя все выйдет И будет все хорошо И ты будешь всех любить Многие вот этого не понимают Состояние Говорят У меня кстати был такой момент Когда я года 4 не бегал Состояние было ужасное У меня мои близкие друзья По сборной Они лыжники И говорят Юрок Ну поехали на лыжню России 30 тысяч участников 10 километров Общий старт То есть ну Такие как бы Дилетантские соревнования Конечно там есть сектора Кто посильнее Кто послабее Я помню Я уже наверное года 4 на лыжах не стоял И когда Подошел к окну Было плюс 1 Мокрый снег Думал Да какие лыжи Ой нет В постельке полежут Потом как-то я пересилил себя Приезжаю в Волин Под яхром И намазали мне лыжи И самое что интересно 4 человека мне их полировали Там парафинили Все Это по поводу Вот анаболиков И лыжных мазей И я вот сырой И когда ракетницу пустили После одного километра Я наелся так Потому что Лыжи едут А я физики Это мне не хватает Вот как многие говорят Вот я сейчас там На колесе И буду пахать А как ты Если ты школу не имеешь Базовой физики Конечно Как ты побежишь Вот мне намазали Лучшие лыжи Лучшие парафины Лучшие ускорения Я через километр Ну реально я не мог Я просто Мне физики Это не хватало Я отстегнул лыжи И решил Думаю Не пойду обратно Но обратно уже не мог Потому что толпа идет Я 10 километров Но это наверное Самая тяжелая дистанция Была вообще в жизни Потому что Ну я 4 года Вообще не встал Сырой весь Никакой Я пришел вот так вот Но я умер Самое что интересно Друзья приходят Ну чего Как там лыжи Ехали Не ехали Я так смотрю Лыжи-то ехали Только я Нифига себе не ехал И вот к вопросу По поводу Сколько лет И как там вообще Что с мышцами будут Мне всегда говорили Вот в 15 лет я тренировался Говорят Вот тебе будет Там 25 Ничего у тебя не будет 30 будет Вот тебе ничего не будет Вот 40 Вообще ничего не будет Поэтому Независимо от возраста Я помню Когда выхожу из автобуса А сознание того Что ты мастер спорта И ты нулевый Ну образно Ты подтягивался 25 раз 4 года не подтягиваешься Тебе говорят Ну поехали на сравнение По подтягиванию Ну там все будут Подтягиваться Ну давай Ну думаю И когда ты Начинаешь подтягиваться И ты понимаешь Что ты еле-еле Три раза После 25 Там 30 Ты понимаешь Что ты никакой И вот происходит Вот это осмысление Для меня всегда Вот очень важно В жизни Вот эти критерии Когда вдруг Откуда-то звоночки Сверху И говорят Слышь что Ты голубев Ты кто-то такой Какой-то там Мастер спорта По лыжам Какой-то мастер спорта По годе Ты ноль И вот эти ситуации Бывали такие У меня в жизни И слава богу Этим ситуациям Когда друзья Вот такими Неведомыми пустями Бах И тебе открывают На это глаза Что ты ноль И ты начинаешь Понимать Что я когда вышел Из автобуса Смотрю на Галину Ивановну И думаю Что я ее в живых Тоже не видел Ее нету И когда спрашиваешь Галину Ивановну Там а сколько Сейчас себе Маленькое заявление сделаю Ребят Кто тут Сейчас у меня В чате будет Вести разговоры Про всякую там Химию Всякую херню Писать Сразу Блокирую Как бы без разговоров Это вам Как бы Так Предупреждение Да И вот К разговору Что когда Происходит Трезвение Через такие Жизненные ситуации И стоит Галина Ивановна 92 года Я говорю Галина Ивановна Сколько вам лет Она мне 92 Юрочка Я 75 лет Проработал на заводе Я ее мое 92 года 30 лет прошло А она в строю И вот у меня Уже не было Какое-то там Размышление Завтра мне Брать лыжи И приходить Ночью На трассу И тренироваться Я каждый Последующий день Вечером Приезжал На трассу Ночью Помню Где-то В 10 часов Там Пол 11 И тренировался И через 2 месяца Я уже обрел Ту форму Которая у меня Была В предыдущей Поэтому Дай Бог Чтобы Ваши жизненные ситуации Конечно не было Но они все равно будут И чтобы близкие друзья Потому что Наше-то дело Вот меня Дима Сейчас вдохновляет Потому что я тоже Многих людей вдохновляю Мне тоже Нужен Такой человек Который мне Поможет Будет рядом Будет переживать Это очень важно Вот просто рука Я вот благодарен Богу Что мы сейчас Вместе делаем Общее дело По духу Тренируемся вместе Сопереживаем о том Что происходит в России Что Конечно Сейчас больше стало Молодежи Заниматься спортом Но Мы хотим Чтобы еще больше Внедрить людей Для занятия Здорового образа жизни Главное Втянуть здоровый образ жизни А там уже Может кто-то будет Спортсменом Кто-то будет чемпионом Как Дима Тут же не важно Главное Привить Любовь К труду Вот чем мы занимаемся Потому что я учитель Эпсискультуры Педагог И я прививаю Не бицепсы Трицепсы А любовь К физическому труду Сегодня Это вот Тренажер Там для ног Завтра это будет Лопата Кувалда Потому что основная Эта задача Это быть защитником Отечества И когда ты выходишь Из тренажерного зала И там не приведи Господи Что-то происходит Мы же с Димой Должны как раз И дать руку помощи Вот что важно Спасибо И там Да Там с бицепсами Это все хорошо И тщеславно Но это же не суть А суть Это быть гражданином Настоящим И Дать руку помощи Тем кто нуждается в ней Потому что многие Это этого не понимают Начинают Слушать Думать о том Что вот только Внешние данные какие-то Это не главное Потому что на нас Вот сейчас с ним Огромная ответственность Я помню Ехал от Володи Турчинского Царство Небесное И Вот город Пушкин Воскресенье Воскресенье И я город Пушкин Ну маленький город Еду Смотрю Впереди пробка Вот впереди Ну как-то странно Пробка И реально Вот прям Маленький город Воскресенье пробка И вдруг у меня Голова поворачивается И вижу страшную картину Десять человек Бьют одного Причем бьют жестоко Так вот Злобно Грубо Так вот С ненавистью Такой Средь белой дня У меня доля секунды Была на размышления Потому что для этого Мы и тренируемся Я выскакиваю из машины Слава Богу И там У меня друзья Боксеры Которые владеют Единоборствами И меня подучивают Конечно Я не профессиональный Но имею И мне это помогает И слава Богу Данные Физические И та смекалка Мне помогла Вытащить из этой Трудной ситуации Этого Человека Потому что Когда я его Вытащил И затаскивал машину Они озверевшие Такие все И я пропустил удар Мне разбили Ну так Пришлось мне тут Два удара Я пропустил Но тут уже Ничего не сделал Потому что Было численное Преимущество Но тем не менее Я его вытащил В свою машину Окровавлен От головы Просто было месиво И потом Когда уже там Все Полиции Там это все Мужчина Он не пьяный Никакой То есть Абсолютно нормально Четверо детей Кстати Из той Самой Страны Которую мы видим Сейчас То что происходит Из серии Четверо детей Оставили провод И один удар И все От головы Вот даже Страшно смотреть И он лежал Вот так вот Плакал у него Слезать Вот среди бела дня А мы там что-то говорим Так вот Не окажись меня там Я благодарен Богу Что вот Он именно меня проверяет В таких сложных ситуациях Потому что Гроз цена мне Этим бицепсом Этим бицепсом Ну буду я ходить там И говорить Вот там я абсолютный чемпион Да кому это Господи помил Ну понятно это все А жизнь-то Она абсолютно другая Поэтому вот о чем Мы должны помнить Вот это главная составляющая Вот это внутренний стержень Для чего мы вообще живем И вот эти свои физические качества И нужно это применять Как раз для пользы Для нашей страны И не ворчать Что у нас там Плохо там это все Просто делай свое дело Поэтому вот я вам желаю Быть настоящими У нас всегда было критерии И в общем Вот в том В той среде Где я вот В коллективе Всегда мы когда проверяли человека Вот смотрели Вот настоящий Или не настоящий Подаст он руку помощи В трудную минуту Или нет Поэтому вот это Очень важно Поэтому ребят Тренируйтесь Без всяких Как говорится Там вот Тренируйтесь И делайте свое дело И слушайте тренировок Спасибо дядя Юрий Вот лучше 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 не скажешь В общем Все будет хорошо ребят Мы Самая лучшая страна Мы самые сильные И самые лучшие Главное чтобы мы дружили Главное чтобы не ссорились Гадости не говорили друг другу И так хватает Всякой гадости Ну что мы Это знаете Как жительменных удачей Ну что вы за люди Пол жизни уже прожита Что впереди Что позади Сты срам И ничего не человеческого Поэтому давайте Быть Самое главное Терпимым друг друга И уважать друг друга Потому что это очень важно И любить друг друга И поменьше Всего вот этой гадости Нам и так Хватает проблем И головных болезней А вот помогать друг другу Ценить друг друга Вот это очень важно Потому что спортсмен Обидеть может скажет Вот помочь ему Добрым словом Скажет Димочка Молодец Там поддержать Потому что на самом деле За этой всей красотой Вот у меня Четыре месяца рука не поднималась Утром стою Вот так ее Поднимаю И вот благодаря Диме Вот хорошие врачи Мне тут Оказывается Какая-то связка была Перекрутили Что-то укол сделали И вот слава богу Рука начала поднимать И думаю Какую счастье Рука поднимается Вот Поэтому вот Надо вот так вот Ценить друг друга И любить Вот это самое главное А потом все будет Дай Бог здоровья Всем ребят Дядя Юра сказал Значит будь здоровья Да мы всегда поздно Занимаемся У нас вообще Битва вечная А что А время уже В качелке Время бежит незаметно Вот У нас сегодня веселый тренд Но не болтуны Но там такое вообще Нет Он кстати очень прям Сколько там смотрел Там смотрел По 200 человек Ну Я жалею Что не смотрел больше Потому что Это золотые слова Я обязательно сохраню Это выложу в YouTube И все смотрите Короче И всем Пересылайте Потому что Ну Я точно так же думаю Как дядя Юра Вот И мы должны Собственно говоря Так же делать Вот Поэтому Чуваки Всем привет До следующего выпуска Слушайте рок Будьте здоровы Занимайтесь Увидишь Как я сейчас Технологию Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры